...перевести фокус внимания с наших персоналей, на что-то другое. И просто следующий выступающий, у которого милейшая совершенно профессия, он литературный критик, более того, он литературный книжный обозреватель, русский репортер. Я расскажу, что будет тоже про литературную критику и литературу. Константин Мечен, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. В результате Витрия Абрамова предпоспал меня сюда. Я в первой жизни расстроился программой Powerpoint. Изображение, правда, как бы звук, вообще картинки, видео, кино, для меня жара все это чувство. И я человек буква. У нас есть психолог, если что. Да, я человек буква. И, в общем, мне даже как-то понравилось. Несколько, несколько, несколько необычный опыт. Почему? И я сам не очень понимаю, почему это тема Москва. Но, с другой стороны, книжный критик, видимо, это профессия, которая возможна только в Москве, в нашей стране. Как мне сказала телега из Новосибирска. Ну, я книжный критик из Новосибирска, то есть никто. Но, к сожалению, по этой разной причине экономических, издательских книжноторговых, эта профессия возможна в Москве и немножечко в Санкт-Петербурге. Ну, такая классическая, московская. Да, как с этим критиком выясняете чтение. Если вам нужно первое, зачем друг другу, и неожиданно важно второе. Ну, не знаю, практика показывает, что люди все меньше читают. Возможно, это выдаваты книжные критики. Потому что они рассказывают, о чем книжки, и уже совершенно не понятно, чем это еще читать. Ну, то же самое происходит в кино, наверное, в музыке, в балете, в жанре выставок, в искусстве и так далее. Но, наверное, именно в книжках это особенно очевидно, потому что книжки – это что-то нечто большее, как считается. Кто, собственно, такой театрный критик? Я часто пытаюсь с ним задать вопрос. У журналистов у них все понятно. Вот это очень популярная сейчас фото жаба. Как человек увидит его друзья, как его видит его мама, как его видит общество. Ну, и вот, на самом деле, чем он занимается. Все гораздо более скучно и банально. Это у нормальных журналистов. У книжных критиков все наоборот. Ну, вот так, друзья, так, мама, так, окружающая, так, он, так, и он, на самом деле, этим занимается. Он читает книжки, он читает, какие-то тексты описать. Я их интервью – идеальная профессия для аутистов и социопатов. Ну, вот, для меня. Можно не выходить, когда люди любят вставать с кресла, сидеть дома, можно перемещаться. Как я стал критиком? Ну, я с детства идил читать, и, в общем, при том, как я читал в полтора, как там, что читая гармонию, я также играл в футбол и трактного дворей. У меня было гуманитарное образование и, конечно, случайность. Это, да, это очень важный фактор. Еще можете добавить алкоголизм, это очень важно. Это очень важная особенность и умение не спать по ночам. Это важная особенность. Чем отличается критика нормальных людей? Вот тут мы видим, отдых нормальный. У человека, он сидит, так, книжка, да, но отдых – это где-то на пляже с книжкой. Критик он на отдыхе не читает никогда, потому что у него работа, и у него неполивые чтения. Это как раз, чтобы вот чтение не возенавидеть. Иногда можно печатать что-нибудь из души, типа, там, по экономике или по философии. Чем критика нормальных журналистов? Ну, во-первых, вот это все журналисты, их очень много. А критик, их мало, и в Москве, это всего человек 20. Ну, вот, там, 25 стилей, кто раз в жизни про санкетическую статью. Мы все друг друга знаем, мы наперечет. У нас, в общем, нормальное другое отношение, что крайне важно. Так что чувствуешься избранным. Эта легорическая красивая женщина в параграфической смыслительной рубашке обозначает других критиков из смежных жанров. Кинокритиков, критиков искусства, театральных критиков, они очень друг друга не любят, как выясняется, и любят другому спорту. А мы вообще, ну, за редкими исключениями не ругаемся, не сцапаемся в другом нормальном отношении. У вас на таких много. Зачем нужны критики? Вот этот дядечка занимается поиском нового Гоголя. Помните фразу «Новый Гоголь родился?» Вот он сидит и ищет нового Гоголя. Поэтому мы так надеемся, что мы этим самым занимаемся. На самом же деле, конечно, в каждом личном журнале, газете или еще где-нибудь требуется человек, который будет писать про книжки. Ну, потому что это просто положено. Как-то это никому не нужно. Ну, вот для этого мы не нужны. Выбрать легориктик как класс. И как и везде происходит некоторое давление на критиков-любителей, на критиков-профессионал, со стороны критиков-любителей. Это всякие социальные сети, проектика им Ханеда. Ну, мне кажется, что процесс будет взаимозаменяющим. То есть, иногда критики будут опоевывать, иногда возвращать виды критика. Есть текстурные обозреватели. Это, которые, собственно, пишут маленькие, короткие текстики, повторяющие три слова. Очень хорошая книжка, вышла новая. Есть именно критики, на них все меньше. Это, которые пишут длинные, большие статьи. Книжный, занимается всем подряд. И так далее. Это вот ближе к моему типу. Культуртрейгер, он объявляет всякие мероприятия, связанные с книгами. А певизм – это недостиженный идеал. Примечность работы критика. Мой коллега, он сам из города Люберца, журналист широкого профиля, говорит, что он с качалкой, всегда стесняется сказать, что он журналист. Ладно, я всегда могу сказать о критиках. Ну, журналистка очень престижно, там, сразу за МТО вспоминает. А критик-то он юродивый. Ну, это же понятно. И вовсе юродивы в России всегда любили, и никто никогда не обидит. Недостатка работы от литературного критика. Ну, вот, да. Возвлекательный анонискнижка на желание пробить их без теории. Вместе с писателем, как в этом чудесном дедчике, с похожими оборотами и любимыми очками. Ну, вот этим просто бороться, не считая, не считая, на отдыхе. Ну, и иногда выходя из дома все-таки, чтобы рассказать о чем-нибудь. Ради чего работаем? Буквально ответ получил вчера. Рассказал по радио про книжку. Калека написала. Эта книжка «Чумалейшая чума» или «Чумалейшая», я не знаю. Ну, вот ради редких встреч, таких случаев, когда получаешь некоторый шутберк, и выясняешь, что ты проиграл книжку, которую человеку жизнь изменила. Вот ради этого и работаем. Опасности, которые, кстати, вы говорите, трудного критика. Это, конечно, когда она возникает контакт с писателем. И в один раз ты думаешь о том, что же он про что-то напишет, а потом вот будет встреча, был в жюри премии НОС, а там совсем страшно было, сидишь, и в двух метрах от тебя сидят люди, которых ты сейчас не дашь премию. Это очень страшно. С кем мне делать этот метритик? Ну, наверное, вот этот большой метритик, это группа издательства АСТ, а лось сзади издательства «Иксмор». Ну, а что, потому что, по-моему, это издательство поменьше, вот там какой-то, наверное, тоже такой агрессивный виден, но «Волка», вот, и писатели. Но эта картинка не отражает, кстати, всего. Главное не в том, что они такие душулюбные, как раз решетки. У меня проблема в том, что писатели начинают всегда как-то вот хорошо, а потом постепенно заболевают звездой болезнью. И происходит, например, то самое, о чем я говорил в разделе «Опасности работы натурного критика», когда уже они смотрят на тебя. Зачем вот эти натурные премии? Они нужны всем, как такая идеальная кузонерка. То есть, собственно, сами премиям для того, чтобы подчеркивать свою крутость писателям, и критикам, в общем, все как-то взаимно друг от друга отталкивались, подчеркивают, что они крутые и еще удели. Для этого, конечно, нужны и к нижней ярмарке. Уместо тем, как эти масштабы в стиле, они ничтожны. Но, с другой стороны, вот когда вдруг неожиданно тебе, например, вы сняли, чтобы все-таки открыл, ну, конечно, не Гоголя, добролюбова нового, или вот вообще что-то хорошее, где удастся сделать, тогда, конечно, вот эти вот красненькие клинжи поднимаются над этим вот большим, большей символизием. Стоит ли стать театурным критиком? Не знаю. У меня как-то так получилось, но я больше ничего другого делать не умею, но за 32 года своей жизни так и не научился. Ядость для себя на этом просто выделал партнер. Может быть, кто-то вдруг захочется к критикам после этого моего небольшого рассказа.